У тигрицы очень большой стресс. Для неё сейчас любой человек – это угроза. Лаура сейчас в карантинном помещении при цирке. Человека боится, она избита и подавлена. Так оценивают состояние тигрицы дрессировщики. Животное содержалось в ужасных, абсолютно неподходящих для него условиях. А момент изъятия владелец превратил в кошмар. Черенки от лопаты, бруски, там всё ломалось об эту тигрицу. То есть он пытался её заставить идти в нужном ему направлении таким способом. То есть он просто её уничтожал. Дрессировщиков больших кошек из цирка вызвали специально, чтобы транспортировать тигрицу из частного подворья в станице Староминской. Правоохранительные органы посчитали необходимым изъять дикого зверя из сарая. Тем более, что документов на животное владелец показать не смог. В момент изъятия собственником животное неоднократно издевалось. По данному факту, собран материал проверки о жестоком обращении с животным. Принятие процессуального решения в отношении собственника животного контролируется прокуратурой. Пытался сбежать с тигрицей на поводке. Вот красавица идёт с ним прямо по улице. Но потом лауру усыпили и перенесли в специальный грузовик для транспортировки. Операция по спасению собрала наблюдателей со всей округи. Многие соседи обращались с жалобами в разные службы. Последний ответ от департамента ветеринарии региона. Тигра во дворе не было. Сейчас правоохранители проводят проверку. Владелец Лауры задержан на четверо суток, пока он не признаётся, где купил тигрицу. Нет, это пока не будем рассказывать об этом. Думаю, нецелесообразно сейчас об этом говорить. Сейчас во дворе, где обитала тигрица, гуляют лишь козы. Соседи говорят, что здесь же жили и северные олени. Ну, по крайней мере, условий для содержания диких животных, а тем более хищника, визуально не видно. Соседи рассказывают о том, что хозяин домовладения проводил фотосессии и выкладывал снимки с дикими животными в сеть. Были у него и медведь, и львёнок. Вот это видео распространяется в мессенджерах. Здесь Лаура, скорее всего, ещё малышка, и хозяина воспринимает дружески. А вот когда она подросла, люди стали слышать грозный рык и опасаться. Страшно. И дети идут же со школы, жалуются, боятся. Да и сам проходишь это очень. И я живу там. Было очень страшно. Слышно, далеко слышно было. Пока Лаура будет находиться на карантине, под присмотром дрессировщиков и ветеринаров. Еду она принимает охотно, издалека наблюдают за соседями по вольеру. Скорее всего, впоследствии она отправится жить в дом тигра под Петербургом.